Крысы в квартире под полом канализации. Обратят ли внимание власти на проблемный дом? Представьте мне получить сертификат дополнительного образования. Сертификаты на бесплатное образование детей. Для чего они нужны и где они пригодятся? В эфире телекомпания ВТВ информационная программа «Буткинский». Здравствуйте! В студии Марина Дулисова. И нашу программу мы начнем традиционно с новостей 18 региона. Правительство Удмуртии установило величину прожиточного минимума пенсионера на 2019 год. Он составит 8502 рубля. Напомним, в июне правительство республики установило величину прожиточного минимума за первый квартал 2018 года в расчете на душу населения в 8784 рубля. Для пенсионера – 7140 рубля. К сегодняшнему дню распространение лейкоза на территории региона снижено в 2,5 раза. Основной задачей в этой сфере на данный момент является сделать Удмуртию к 1 января 2019 года чистым регионом по лейкозу. На данный момент таких субъектов федерации всего два – Ленинградская и Свердловская области. Эксперты выяснили, жители каких городов сильнее всего обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом. Ижевск же оказался на 142-м месте списка. Попав в десятку городов, жители которых почти не сталкиваются с проблемой неприятного запаха. В опросе приняли участие 61 тысяча человек со всех регионов страны. Нет управляющей компании – значит все. Сделать ничего нельзя. Такое мнение у жителей поселка Первомайский. С какой проблемой столкнулись люди, узнавала Елена Рудакова. Клавдия Ельцова живет в доме 7 по улице Гагарина в поселке Первомайский несколько лет. У нее двое маленьких детей, один из них инвалид. Как выживать в этом доме и в данных условиях, женщина не знает. Ежедневный страх за здоровье и жизнь детей не дает ей покоя. Дети-то, они часто болеют. Мы из больничного совсем не выходим. И потолки у нас проваливаются. Бабушка у нас даже стираться перестала машинкой, автоматом, потому что все проваливается, все трещит. В этих стенах у нас трещины, очень большие мыши, крысы. Все, что пришлось увидеть в нашей съемочной группе, приводит в ужас. Под полом изношенные канализационные трубы, экскременты прямо под ногами. Отсюда страшный запах, плесень и сырость, которые стремительно разрушают стены и потолки. Здесь же поселились на постоянное место жительства и крысы. У меня дети даже берут одежду, она вся сырая. И когда мы приходим на прием, нам все говорят, почему от вас так сыростью пахнет. И все это каналей пропитывается. Совсем невозможно. Управляющей компании в данном доме нет. Да, впрочем, и как на всем поселке. Жильцы на протяжении нескольких лет обивают пороги всех инстанций. Вот только результат налицо. Управляющие компании нам не предоставят, потому что очень старый дом, и кто за это будет браться. Через соседку я связалась с Синтюковым по этой канале. Он мне отзвонился. Где работа? В ЖКХ в городе. Он мне отзвонился, сказал, что мы примем меры. В ЖКХ Воткинского района о проблеме данного дома знают. В августе создали специальную комиссию, и специалисты выезжали на место. На самом деле решение вопроса два способа. Первое – это через фонд капремонта. Здесь тоже есть проблемы определенные. Этот дом стоит на 2025 год по срокам на проведение капремонта по системе канализации. Вот как раз на прошлую пятницу, 31 числа, туда тоже должны были представители фонда капремонта приехать. И мы хотели попросить, чтобы они нам посодействовали, перенести на более ранние сроки. Но они в беседе раньше, чем в 2020 год не обещают. И второй способ решения проблемы – это общее имущество. И бремя содержания общего имущества лежит по законодательству на жителях домов. В первую очередь проживание в данном доме уже опасно для людей. А здесь 24 квартиры, и практически в каждой живут дети. Этот сюжет не просто крик души жителей к чиновникам. Это официальное обращение к властям. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Водкинске. С 1 сентября 2018 года дети от 5 до 18 лет получают сертификаты на бесплатное образование. На какие именно кружки и секции можно будет записаться и как это сделать, узнавала наша съемочная группа. На сегодняшний день в Водкинске проживает 16 тысяч детей. У них появилась возможность посещать кружки абсолютно бесплатно, получив сертификат дополнительного образования. На данный момент выдано уже 13 тысяч. Документ будет фиксировать за каждым ребенком определенную сумму, которую он сможет расходовать на кружки и секции в течение года. Эти средства нельзя снять или потратить на иные цели. Они находятся на электронном номере ребенка. Сумма, которую положат на счет, будет зависеть от того, сколько денег запланировали выделить власти города на дополнительное образование. Раньше у нас была статистика. Столько-то детей пришло. В Центр детского творчества другое учреждение. Но не было известно, сколько учреждений посещает ребенок. Для того, чтобы уточнить эту цифру, у нас сейчас введен сертификат учета. У каждого ребенка будет открыт свой личный кабинет в информационной системе, в которой можно будет выбрать объединение и секции. Используя сертификат, ребенок или его родитель может самостоятельно формировать свои занятия. Напомним, данный документ не нужно получать каждый учебный год. Он будет выдаваться единожды и действуя до достижения ребенком 18 лет. У нас кроме учреждений дополнительного образования, Центра детского творчества, детской юношеской спортивной школы, станции юных техников, эколого-биологический центр, еще два учреждения, такие как детская школа искусств номер 1 и детская школа искусств номер 2 принимают детей по сертификатам. А также у нас в школах есть педагоги дополнительного образования, которые тоже будут по сертификатам обучать детей. Как получить данный сертификат, сейчас расскажем. Для этого вам необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Отправиться в пункт выдачи сертификатов дополнительного образования. В нашем случае мы отправились в ЦДТ. Здравствуйте, мне вы получите сертификат дополнительного образования. Пожалуйста, ваше свидетельство о рождении и паспорт. Далее заполняется заявление в электронном виде. Уже после этого выдается сертификат. С этого момента можете его использовать и даже подавать заявки на зачисление в секции. Его может получить не только родитель, но и ребенок, достигший 14-летнего возраста. При себе также нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении. Документ можно получить в Центре детского творчества, в Эколого-биологическом центре и на станции юных техников. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Водкинске. 3 сентября в эфире нашей телекомпании выходила информация о том, что прививочная кампания продолжается в Водкинске. Вакцина против гриппа ставится всем желающим. А как не относятся горожане? Как вы относитесь к прививкам от гриппа? Положительно. Сами ставите? Сама нет, но детям всегда рекомендую. Вообще я сама не ставлю. А как вы вообще к ним относитесь? К прививкам? От гриппа, да. Положительно. Положительно. А почему не ставите тогда? Как почему не ставлю? Не ставлю, да и все. А меньше болеть будете за то? Мне уж, может, недолго жить осталось. Положительно отношусь. Ставите сами? Да, я считаю, что надо ставить. Почему так считаете? Ну, чтобы обезопасить себя, а потом не кусать локти, когда будет поздно. Очень хорошо, положительно. Сами ставите? Обязательно. А почему считаете, что они так хороши? Ну, они помогают людям. Хорошо, относимся к прививкам. Положительно. Почему? Ставите сами? Ставим. Это очень необходимо. Особенно детям. Положительно. Сам делаю. Делаете. А почему делаете? Да сейчас годы-то не те. Чуть кузнечок можно заболеть. А я делаю, и нормально. Отношусь негативно. Почему? Не ставлю. Ну, потому что слышала только негативные отзывы. Ну, надо прививаться, конечно. А сами прививаетесь? Нет. А почему считаете, что нужно? Мы дома сидим, мы не ходим по улице, не болеем, закаленные. Лично я не прививаюсь и никогда не прививался. Вы полагаете, что бесплатно что-то бывает полезным? Очень положительно. Сами ставите? Ставим. Мы медработники, работаем в инфекционном отделении, поэтому очень положительно. Скажите, пожалуйста, чем же они так хороши, чем они помогают? Потому что вырабатывают антитела, поэтому грипп переносится в легкой форме. Положительно очень даже. У меня работа такая, очень проходит большое количество людей, поэтому мне просто необходимо это делать. К прививкам я отношусь положительно, как к детям ставлю, так и себе. Потому что сколько лет мы уже ставим, дети не болели гриппом. Большинство респондентов относятся к вакцинации против гриппа положительно и ежегодно ставят прививки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим о других новостях Водкинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. В Водкинске межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту гибели 14-летнего подростка в Водкинске. По данным проверки, 2 сентября около 16 часов четверо подростков, жителей нашего города, на улице вдыхали пары газа из газового баллона, предназначенного для заправки прототивных газовых приборов. Во время этого у одного из подростков произошла остановка дыхания. В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Опрошены мать погибшего, находившиеся с ним подростки, их родители, назначена судебно-медицинская экспертиза. В автобусах Удмурта Автотранс пассажиры могут расплатиться за проезд банковскими картами, оснащенными бесконтактным чипом, а также за смартфоны с помощью приложений для платежей Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Оплата происходит в одно касание без введения пин-кода. Стоимость билета при этом составит 19 рублей. В Откинске завершился чемпионат города по футболу. По результатам соревнований победителем 2018 года стала команда «Мираж». На втором месте «Газовик» замкнула тройку лидеров команда «Русгидро» город Чайковский. Лучшими игроками признаны Владислав Никитин и Александр Горлов «Газовик», а также Дмитрий Кузнецов «Русгидро». Еще больше новостей ищите на портале вуткинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас. А мы продолжаем выпуск. Чем знаменателен этот день, узнаем из нашей рубрики «Даты и события страны и мира». 4 сентября 1975 года телеигра «Что, где, когда» впервые появилась на экранах страны. Задумана она была как семейная викторина, но уже через год превратилась в популярный телевизионный молодежный клуб. Викторина стремительно обходила по рейтингу другие интеллектуальные передачи. Ее автор Владимир Ворошилов долгое время остался за кадром. В числе первых ведущих был даже Александр Масляков. Надо сказать, что в наши дни различные интеллектуальные игры стали особо популярны среди молодежи и проводятся во многих городах страны. 4 сентября 1994 года в Париже решение Международного олимпийского комитета «Тхэквондо» стало официальным видом спорта. С тех пор эту дату принято считать Международным днем Тхэквондо. Этот вид боевого искусства был рожден в Корее. Заключается он в активном использовании ног в бою. Тхэквондо сочетает в себе систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия. Сегодня в мире неофициально празднуют день незнакомых или неизведанных дорог. Этот день особенно близок людям любопытным, отчаянным, постоянно находящимся в поиске новых горизонтов. Такими были Христофор Колумб, Ласка Дагама, русский путешественник Микло Хамаклай. Благодаря этим смельчакам на карте мира нет белых пятен. Для самых храбрых и неутомимых в этот день открыты все пути. Телекомпания ВТВ провела свое собственное расследование и нашла причину, почему разрушается асфальт в Откинске. И виной тому отнюдь не голуби, фотографии которых так активно гуляют в сети интернет с шуточной надписью «Так вот, куда девается асфальт». Причина явно не в пернатых. В объектив нашей тетеокамеры попала другая картина. На видео наблюдается новый тротуар в районе Березовка, который усыпан небольшими ямками. Мы отчетливо видим и небольшие бугорки. А вот внутри них грибы, наверняка поганки, настолько сильные, что разрушают асфальт там, где их не просят. Кстати, о грибах съемочная группа телекомпании ВТВ уже работает над данной темой. И уже в четверг мы расскажем, сколько стоят грибы в Откинске. Поговорим о грибных местах. Не пропустите. А на сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. С вами была Марина Дулисова. Увидимся в Откинске.